Добрый вечер, в эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главные события дня. Трое из 67 пропавших без вести в Кемеровском пожаре оказались живы, а родственники погибших подали жалобу на МЧС МВД. Как один человек уже после своей смерти спас жизнь четверым? Как красноярский бизнес пытается сделать деньги, превращая историю в руины? Нужен ли штатный электрик в управляющей компании? Почему невозможно передать показания водосчетчиков? Трое из 67 пропавших без вести в Кемеровском пожаре оказались живы, об этом сообщает Следственный комитет России. В ведомстве продолжается расследование уголовного дела о гибели людей при пожаре в торговом центре. На данный момент 12 человек, в том числе 2 детей, находятся в больницах. С 67 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно. Среди них 25 детей. Я напомню, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в минувшее воскресенье. Трагедия унесла жизни 64 человек, из которых 41 жертва – это дети. Родственники погибших при пожаре в торговом центре поддали жалобу на МЧС и МВД. Об этом сообщает издание РБК. В заявлении родственники рассказали, как просили пожарных спасти их детей, с которыми они поддерживали связь с самого начала возгорания. Однако, по словам близких погибших, спасатели отвечали, что ничем помочь не могут, пока не приедет бригада со спецсредствами. Родственники считают, что действовали сотрудники МЧС и полиция не своевременно, а в некоторых случаях и вовсе бездействовали. Именно это, по мнению близких погибших, и привело к гибели людей. Между тем, российские депутаты и чиновники выражают соболезнования в связи с трагедией в городе Кемерово. Однако, не семьям погибших, а президенту России Владимиру Путину. Так соболезнования президенту в эфире федерального телеканала принесла член Совета Федерации Елена Мизулина. По ее словам, Путин получил удар в спину. Так бездарно за его спиной, а ему некогда постоянно оглядываться на то, как доделывают то, что он пробивая стены решает. Как те чиновники на местах это делают, фактически он сегодня получил этот удар в спину. Потому что так бездарно тратится жизни наших людей и особенно детей. За счет чего? Мздоимство, голоплотявство, непрофессионализм. В связи с этим я бы хотела, помимо вот этих слов соболезнования, поддержки президенту, сила ему. Он у нас духовный воин, сильный, но она ему тоже нужна и наша поддержка нужна. Поддержку президенту выразил и депутат Госдумы от Кемеровской области. А акцию в памяти погибших, которая переросла в митинг, он назвал попыткой расшатать ситуацию в стране. Я долгое время представляю Кузбасс. Сегодня те люди, которые на Скрипале не смогли обращать выборы президента, не смогли поднять, как они говорят в кавычках, народ на протестные какие-то действия, они сегодня используют эту трагичную, эту страшную ситуацию. Кузбассовцы, сегодня мы все ослеплены, ослеплены на самом деле горем. Мы не слышим, мы сегодня выходим с такими протестными вещами, но мне кажется, нам пора остановиться, вдохнуть воздух Кузбасса и сегодня сказать себе, давайте поддержим президента. Напомню ранее, губернатор Кемеровской области, который не вышел к людям в первые дни трагедии, принес личные извинения и соболезнования главе государства и попросил прощения у президента за то, что произошло на его территории. Однако не все чиновники выражают соболезнования, хоть и такие, президенту, а не людям. Так сотрудники Тобольского районного центра культуры решили проигнорировать объявленный в стране траур и устроили себе праздник. Он прошел в местной гостинице. Сами представители администрации рассказывают, что пытались перенести свой корпоратив, однако ресторан им сделать этого не позволил. В заведении информацию опровергли. Добавлю, что праздник, который обошелся в 65 тысяч рублей, был частной инициативой. Общий районный праздник состоялся в сельском доме. На видео корпоратива уже отреагировал глава Тобольского района Юрий Батун. Он сказал, что директор коллектива будет наказан. Показательной отставки Омана Тулеева не будет. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Решение об увольнении Тулеева было принято еще до пожара, и произойти отставка должна была в ближайшие дни. Однако сейчас, после трагедии, Владимир Путин решил не делать поспешных кадровых перестановок, поскольку если губернатора уволят сейчас, то это будет выглядеть как решение, принятое под давлением. Напомню, сразу после трагедии в интернете жители Кемерова распространили петицию. Они просят наказать тех, кто виноват в пожаре в торговом центре, и снять с должности Омана Тулеева. А вот кемеровский врач-травматолог, ортопед Андрей Волна отказался от звания лауреат премии Кузбасса из-за поведения губернатора Омана Тулеева во время трагедии в торговом центре. Открытое письмо Андрей Волна разместил на своей странице в Facebook. Вот как он объясняет свой отказ от премии. Вы струсили и не вышли к кузбассовцам, ни к торговому центру, ни на площадь. Вы даже не извинились перед ними. Вы обозвали граждан бузатерами. И тем более, вы не подали в отставку. Хотя, как бессменный руководитель области, несете полную политическую ответственность за произошедшее. Оман Гумирович, я прекрасно понимаю, что высокое звание лауреат премии Кузбасса – это не лично вами присваиваемое звание. И тем не менее, я получил его из ваших рук. А с этого момента я не хочу иметь с вами ничего общего. Ваша позиция и ваше поведение ничего, кроме презрения, не заслуживают. И я призываю вас сделать единственно правильный шаг – извиниться не перед президентом, а перед народом и подать в отставку. И эту тему мы продолжим обсуждать вместе с вами в ночных новостях ТВК. Как вы оцениваете решение доктора? Это гражданский благородный поступок или наоборот, не стоило отказываться, ведь фактически звание не имеет никакого отношения к трагедии в Кемеровском торговом центре. Пишите нам на смс-сервис 9020 с пометкой ТВК, оставляйте мнение в группе и телекомпании ТВК в сети ВКонтакте, а также в Вайбере и в Ватсапе по номеру 8-923-165-45-00. Ваши сообщения озвучим в прямом эфире ночных новостей в 23.00. Эвакуируют по собственному желанию. Владельцы торговых комплексов в Красноярске стали проводить учебные эвакуации для посетителей и сотрудников. Так, сегодня учебная тревога была в торговом центре Полтавске, это в микрорайоне Пашиной. Внутри и снаружи здания было слышно пожарную сигнализацию. Также накануне эвакуировали всех людей из центра экстремального спорта «Спортекс». Там новостям ТВК рассказали, что учебная проверка прошла успешно, все люди успели выйти на улицу в течение пяти минут. Как пояснили в краевом МЧС, так собственники торговых центров готовятся к проверкам от ведомства и отрабатывают свою противопожарную систему. А когда и где будут проверки, уже от надзорных органов сегодня обсуждали на совещании в краевой прокуратуре. Об итогах обещали рассказать завтра. И через две минуты в новостях ТВК расскажем, как донорские органы одного человека успешно прижились сразу у четырех пациентов. Через девять минут о новой схеме движения на улице Копылова, участок которой перекрыли на целых четыре месяца. После смерти спас жизнь четырех человек. Краевой больнице пересадили органы одного донора сразу нескольким людям. Причем у всех пациентов органы прижились и готовятся выписывать из больницы. Такие операции возможны благодаря законодательству. Подробности в сюжете далее. Это очагиная околка, порастание паразитов печеночной ткани. Прогноз для жизни для данной пациентки был крайне неблагоприятный. Прогноз, рассказывает врач Ольга Мельчугова, был действительно неблагоприятным. Простыми словами, почти вся печень пациентки была занята паразитами. Пациентку практически без надежды на выздоровление отпустили домой, но в список на донорство все же ее поставили. И ей повезло, уже через 20 дней нашелся подходящий донорский орган. Позвонила, вызвала на операцию в экстренном порядке, стали готовить ее к операции. Как правило, на это уходит от двух до пяти часов. Сама пациентка, 51-летняя Ирина Мухуддинова, накануне вечером уже отправилась домой. Встретиться с нами она не смогла, еще слишком слаба после операции. Но счастлива, говорит, уже сама с собой попрощалась. Тяжело было и ходить, и говорить, и есть уже совсем не могла. И не надеялась, что подходящий донор появится. И плакала, когда узнала, что ее ждет новая жизнь. Теперь готовится праздновать второй день рождения, день, когда ее прооперировали. Конечно, рада, что теперь жизнь по новой начинается. Вообще я не ожидала, потому что группа отрицательная. Я вообще не ждала, просто уже доживала, можно сказать. И тут позвонили, сильной эмоции не было, потому что никаких уже. А утром, когда проснулся, то живой, нигде ничего не болит. И Ирина не единственная, кто смог выжить. Благодаря донору его почки спасли двух парней от пожизненного диализа. А сердце бьется в груди еще одного мужчины. В общем счете, один человек смог спасти жизнь сразу четырем людям, которые сейчас начали новую жизнь. Личность донора не раскрывают. Известно только, что органы его забрали только после констатации полной смерти его мозга. По мере того, как появился донор, это происходит спонтанно, случайно. То есть мы сами можем не знать об этом до определенного времени. Нас ставит известность, что необходимой группой крови есть, так сказать, донор. Проводятся необходимые тесты. И сложилось так, что донор и реципиент совпали. Когда возникает случай подобный, что есть необходимые органы, которые мы можем расплантировать, в листе ожидания находится несколько человек, и кому-то из них, конечно же, подходит тот или иной орган. По законодательству в России органы у человека могут забрать случаи того, если он не давал отказа, но и согласия на это не требуется. За счет этого одна несвоевременно прерванная жизнь позволяет спасти четырех, а иногда еще и большее количество людей. Пересадка органов умершего человека случается крайне редко. Донором может стать только тот человек, мозг которого мертв, но сердце еще бьется. И это спасает тех, кому необходим новый орган, и есть шанс на спасение. Алена Крашенинникова, Михаил Зинкевич, Новости ТВК. И сегодня в 20.30 мы будем обсуждать тему донорства. В России по закону врачи имеют право брать органы для пересадки без разрешения родственников. Аналогичная система действует во Франции, Швеции, Финляндии, Италии. А, например, в Австралии, Великобритании и США врач обязан получить согласие родственников или пациент должен заранее подписать документ, в котором дает согласие на изъятие органов. И сегодня мы спрашиваем, как вы считаете, когда речь идет о жизни пациентов, врачи должны сами принимать решение о пересадке или брать разрешение у родственников. Звоните 265-45-00, пишите смс на номер 90-20, комментируйте в группе телекомпании ТВК ВКонтакте или присылайте свое мнение в вайбер и ватсап по номеру 8-923-165-45-00. Полтысячи дорожных ям насчитали инспекторы ГИБДД в Красноярске, а россиянам могут запретить совмещать работу в нескольких организациях. Об этих и других новостях расскажет Илья Керпс в рубрике «Новости коротко». Россия нам запретит работать по совместительству. Такие правки хотят внести депутаты Государственной Думы в Трудовой кодекс. В частности, нововведение коснулся тех, кто работает сразу в нескольких учреждениях. Члены Комитета по труду считают, что человек, работая в двух-трех местах, не успевает полноценно отдохнуть и восстановить свои силы, что, естественно, сказывается на качестве его работы. К тому же, записи в трудовую книжку при совмещении работ часто не вносятся, поэтому нарушаются права работающего. А вот Госавтоинспекция проверит качество красноярских дорог. Проверила качество красноярских дорог, выводы были неутешительные. Инспекторы насчитали 450 ям и выбоин. При этом, как говорят в ГИБДД, в мэрии, на такие результаты и предписания об устранении нарушений никак не реагируют, а штрафы, к сожалению, за это слишком малы, чтобы всерьез влиять на ситуацию. Но я напомню, что уже в мае этого года начнется массовый ремонт дорог больше, чем на 50 участках Красноярска. Сырые из козьего молока, яйца по ценам производителей и разносолы собственного производства. В МВДЦ Сибирь начала работать краевая ярмарка свежих продуктов. Свою продукцию привезли 114 производителей из 13 районов Красноярского края. Так, из Емельяновского района привезли творог, молоко и масло. Из Шушинского района мясо птицы, с Бархасовской птицефабрики куриные яйца. Кроме того, на выставке продают товары из других стран. Из Индии привезли чай, из Вьетнама кофе, а специи и варенье из Грузии. Здесь же проходит чемпионат по хлебопечению. Конкурсанты сделали даже хлебные столбы. Посетить выставку можно бесплатно. Она работает до 31 марта. Специалисты провели экспертизу и усомнились в качестве меда, поставляемого из других регионов на Красноярский рынок. Что смутило экспертов и как выбрать мед правильно, расскажет Нина Курганова. Слушать хорошо, лучше попробовать. Мед на кремовой основе сегодня пользуется особым спросом. Этот из Сухобуземского района. Только натуральные добавки, таежные ягоды да орехи. Способ изготовления не предусматривает искусственной обработки. Мед медленно перемешивают без нагревания. Он меняет свою структуру на нежную плотную пену. Вкусов масса. Облепиха, клубника, малина. Вот только купить такой в обычном магазине не получится. Товар местных производителей сейчас представлен только на ярмарках. Мед как таковой, хотя мы его и продаем в разных фасовках, он не настолько привлекателен сегодня на розничных рынках, потому что очень много другого меда из других регионов, в частности, алтайский мед. И конкурировать реально тяжело. Но мы в любом случае найдем канал избыта, как это продавать. И уже отзывы положительные, людям нравится. А вот не нравятся людям обманутые ожидания. К меду из супермаркетов у красноярцев немало вопросов. Специалисты Енисейского стандарта провели традиционную экспертизу. Были закуплены пять наименований, все в торговых сетях города. По ГОСТу мед прошел, то есть оказался не вредным. Но вот есть ли польза? Большой вопрос. Некоторые образцы стоят неприлично дешево для заявленного состава и качества. Например, майский мед один из самых трудозатратных при производстве, однако невероятно богат витаминами. Правда, при его сборе последующий урожай буквально пропадает. А значит, стоит такая баночка дешево просто не может. Начиная от синтетических медов, заканчивая тем, что просто в улей наливают сладкий сироп, и пчелы из этого сахара просто перерабатывают его в мед. Два есть таких основных показателя. Если мы говорим про мед зимой, то он должен быть засахарен. Если он не засахарен, то значит, что он прошел либо он ненатуральный, либо он прошел температурную обработку. И второй, настоящий мед он должен першить в горле. Попробовать полезный мед от местного производителя вы можете не только посетив ярмарку в МВДЦ «Сибирь», но и попытав удачу. С 30 марта в группах Енисейского стандарта ВКонтакте и Инстаграм разыграют несколько упаковок сибирского лакомства. Мина Курганова, Валентин Тропин, Новости ТВК. Через три минуты в новостях ТВК расскажем, как в Красноярске делают бизнес на руинных историй. Через семь минут актуальные вопросы про электричество и воду в наших квартирах. И к дорожной теме сегодня ночью движение на Копылово в сторону центра перекрыли. Теперь вместо привычного маршрута придется делать небольшой объезд. Напомню, схема движения должна была поменяться еще 23 марта из-за строительства пешеходного перехода. Однако коррективы в график работ внесла погода. Теперь движение стало односторонним сразу на нескольких отрезках дороги. Так, на участке от Керенского до Копылова, от Пролетарской до Партизанской и от Копылова до Гаденко можно будет проехать только в одну сторону. Из-за перекрытия изменятся и маршруты автобусов. Такая схема движения будет действовать следующие четыре месяца. Информацию о движении транспорта можно уточнить по номеру 256-84-00. Это центральная диспетчерская служба. А также на сайте администрации города. Бизнес против истории. Компания «Сибиряк» заявила, что собирается снести памятник культуры. Это здание железнодорожного училища имени Николая Второго. Оно находится у них в собственности и, по их словам, не имеет исторической ценности. И таких историй, когда бизнесмены пытаются уничтожить исторические объекты, все больше. Софья Питеркина сегодня разбиралась, почему бизнес теперь важнее истории. Отсюда из стен этого учебного заведения вышло шесть будущих героев Советского Союза. Такого примера у нас в крае больше нет. Здание железнодорожного училища Николая Второго было построено в конце 19 века. До 1943 года здесь учили железнодорожников, а затем разместили администрацию комбайнового завода. В 2017 году здание признали объектом культурного наследия регионального значения. Здание имеет очень интересную историю. Сюда в качестве преподавателя по рисованию и черчению был приглашен или направлен из Москвы выпускник училища живописи вояне изучества художник Костылев. Училище интересно тем, что отсюда вышли два будущих главных архитектора города Красноярска. Но теперь здание хотят лишить статуса памятника культуры и снести, а на его месте построить новый микрорайон. Это решение собственника строительной компании «Сибиряк». Фирма уже подала документы в арбитражный суд и в конце апреля он вынесет решение. Мы сегодня пытались получить комментарий от руководства компании, но там отказались что-либо комментировать до суда. Там ванная комната. Мы под душом моемся. Видите, какие лапки там куриные. Надежда Васильевна – жительница еще одного памятника культуры. В доме на Вейнбаума, 34, она живет уже почти 50 лет. Рассказывает, что переезжать отсюда не хочет, ее все устраивает. Хотя понимает, ремонт дома не помешал бы. Не совсем уж в таком аварийном, он крепкий. Это он стал таким, почему? Потому что когда асфальт проводили там и закрыли эти выходы. Вот, от души такие вот проветривают. Там же подвал внизу, все оно каменное. Вот. Ну и он стал садиться. Состояние этого дома действительно оставляет желать лучшего. Старые окна, которые уже вот-вот развалятся, просевший фундамент и огромные трещины в стенах. За свою более чем столетнюю историю его ни разу не реставрировали и не ремонтировали. Хотя он входит в список объектов культурного наследия местного значения. Как стало известно, и этот дом уже давно выкупил один из городских предпринимателей. А администрация города хочет включить его в проект «Исторический квартал» и отреставрировать. Но для этого собственник должен признать его аварийным. И примеров, когда исторические здания гибнут в руках бизнесменов, в городе много. Например, скандальный дом на Перенсона или корпуса больницы на Вейнбаума. Исторические здания в руках предпринимателей становятся либо просто гниющими статуями, либо объектами сноса. Вот давайте, пусть старая умрет само собой, пусть, значит, все идет своим ходом. А свой ход – это как бы гниение, разложение, пожары и все. А на месте этого мы построим современные, как в Солсбери, как на Манхэттене, как еще там где-нибудь, как в Ницце, как в Каннах, только не как в Красноярске. Так происходит, потому что ни у города, ни у края просто нет денег на содержание всех исторических зданий. Зато есть деньги у бизнеса. Но у них на здании свои планы, которые, как правило, всегда одинаковы. Снести и построить новое, которое будет приносить прибыль. Софья Питеркина, Владимир Антонов, Новости ТВК. Прямо сейчас в рубрике «Вопросы ЖКХ» консультацию по вашим заявкам даст эксперт Наталья Балабина. Наталья Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. И первый вопрос такой. Обязаны ли иметь управляющие компании на балансе штатных электриков, которые обязаны следить за проводкой не только на общей домовой территории, но и в квартирах, например, на платных условиях? Итак, начнем опять с основного документа. Собственники многоквартирного дома заключают договор с управляющей компанией, которая обязана следить за содержанием именно общего имущества. Будет управляющая компания нанимать в штат электриков или заключит договор с другой организацией, которая будет это осуществлять. Это вопросы управляющей компании. Самое главное, чтобы жизнь в доме была безопасной. За безопасность именно проживание несет ответственность управляющая компания. Поквартирно все это носит заявочный характер. То есть если житель позвонил и сделал заявочку, что у него в квартире, надо понимать, что это его личное имущество, что-то случилось с проводкой, скрит или еще что-то, то обязательно по заявке осуществляется ремонт. Но это носит платный заявочный характер. Дома еще есть в повышенной этажности. Там, чтобы безопасно люди проживали, есть автоматическая противопожарная система. Соответственно, за ней тоже осуществляет контроль управляющая компания, наняв специализированную организацию. Размещение пожарных гидрантов, уведомление жителей, чтобы они не курили на лестничных клетках, не бросали хлам возле мусоропроводов. То есть за все, конечно, несет ответственность управляющая компания. Еще один вопрос, точнее даже жалоба с улицы Симофорная. Дом 191 невозможно передать показания по водосчетчикам. Звонят по целым неделям. Почему так происходит? Ну, давайте сначала рассмотрим этот вопрос. Сегодня практически все квартиры, процентов 80, имеют индивидуальные приборы учета. Способов передачи показаний сегодня очень много. Да, один из этих способов – это телефон. Но надо понимать, что нет столько сотрудников в любой управляющей компании, чтобы все сидели на телефоне. Поэтому существует много других способов передачи. В частности, на свой обслуживающий участок можно отнести, заполнить, или в журнале заполнить, или отнести на бумаге написанные ваши показания. Плюс также через интернет. Сегодня очень многие пользуются, через личный кабинет подают показания. И еще недавно совершенно в терминалах платежка тоже введена такая функция в Красноярске, где можно передать показания приборов учета. Есть такие даже случаи, когда соседи вместе кто-то собираются, если, допустим, больной человек не может передать показания, и не может дозвониться. То есть нужно использовать альтернативные методы? Конечно, их сегодня достаточно. Спасибо большое, Наталья Балабина, эксперт в сфере ЖКХ. Я напомню, как четверг отвечает на вопросы зрителя. Мы продолжаем. Возродить престиж рабочих профессий. Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Ус встретился с героями социалистического труда и кавалерами Ордена Трудовой Славы. На встречу Ус обсудил с присутствующими, как возродить престиж трудовых профессий. В том числе такая задача стоит перед организацией «Трудовая дублесть России». Сейчас в составе организации 400 человек, 183 из них кавалеры государственных наград за успехи на производственном фронте. Организация проводит мемориальные краеведческие работы в память о героях труда. Ну а ветераны, несмотря на возраст, многим уже за 80, до сих пор занимаются общественной деятельностью. Встречаются с молодежью, водят экскурсии по родным заводам и фабрикам, а также музеям трудовой славы. Такие мероприятия, по словам участников встречи, в том числе помогают возродить уважение к человеческому труду. На встрече сегодня Александр Ус говорил и о главных экономических направлениях развития края на ближайшие годы. «Самое главное, что с нашей точки зрения имеет серьезные перспективы, это поддержка им, создание здесь такого макроэкономического региона инвестиционного. Мы надеемся, что он приобретет статус федеральной, с президентской поддержки, так называемой Енисейская Сибирь. Мы вот, когда делали такое предложение, исходили из простой вещи, что Красноярский край всегда в Сибири, но играл такую центральную роль благодаря вашим усилиям». В эфире новости ТВК. Мы продолжаем информационное вещание и сейчас готовы выслушать мнение наших зрителей по поводу донорства. Напомню, что в России законом не требуется прижизненного согласия пациента или согласия его родственников для того, чтобы позднее, после смерти, использовать его органы для других людей. Как вы считаете, хорошо это или плохо? Я ей звонок в студию. Добрый вечер. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Добрый вечер, телезрители. Меня зовут Мария. Вот я считаю, что не нужно, в принципе, нет ничего плохого в том, если органы будут браться у усёбших людей. Потому что, ну, согласитесь, погибшему человеку, или там, умершему в каких-то обстоятельствах, ему же абсолютно всё равно. А его органы могут спасти жизнь, ну, любому человеку, включая кого-нибудь из наших родственников. Вот. Все мы под Богом ходим, и об этом просто не нужно забывать. Так что я плохого в этом ничего не вижу. Но тем более, что сегодня в новостях мы рассказывали о том, что один человек спас фактически жизни четверым пациентам. Вот именно благодаря этим пересаженным органам и благодаря тому, что закон не препятствует вот такому использованию органов. Я напомню, что мы принимаем не только звонки в студию, но и ждём ваших сообщений на наш смс-сервис, в Вайбер и Ватсап, и в группе ВКонтакте. Есть ещё звонок в студию. Добрый вечер. Вечер, добрый вам. Меня зовут Михаил. Мне кажется, основной был момент, что можно было ввести при получении паспорта опрос, готов ли человек стать донором или не готов стать. Ну, у каждого свои убеждения, у кого-то религиозные, у кого-то такие. До 25 лет может принять согласие дать родительский комитет, родители, родственники. То есть вы считаете, что это необходимо, а для чего? Для того, чтобы человек сам для себя понимал, что в случае чего-то осталось, он уже заранее принял решение, что да, я готов стать донором и помочь людям. Либо кто-то, нет, я не хочу, чтобы врачи на данный момент, как на сегодняшний день вмешивались, кому-то отдавали мои органы. Ну, у каждого свои убеждения. А так заранее человек уже принял для себя решение. То есть вы считаете, что это для каждого человека важно, чтобы принять такое решение, сообщить об этом? Ну, я не думаю, что главное государство... Ну, а вот смотрите, речь же идет о спасении людей, о спасении чужих жизней. Вот здесь не было такого разрешения, и оно не требуется в России по закону. С четырем человеком жизни спасли. А если бы требовалось такое разрешение, и врачи не смогли бы использовать, и четверо, вот эти четверо, которых сегодня выписали, которых выписывают сейчас из больницы, они бы, ну вот, остались со своими такими смертельными проблемами. Да, я согласен, что в данный момент это хорошо. Ну, некоторые, узнав эту новость, могут сказать, я против, я не хочу. Понятно. Да, вот в этот момент. Ясно, спасибо большое. Вот какие разные мнения, этический, сложный этический момент. Посмотрим, что пишут нам зрители на наши другие сервисы. Илья Керпс изучал мнение там, что пишут. Оля, ну мнение красноярцев разделились. 50% можно сказать, что согласны с тем, что необходимо отдавать органы безвозмездно. Другие считают, что необходимо составлять доверенность, разрешение писать. Без согласия есть большая доля вероятности нелегальной деятельности торговли органами. Вот пишут нам зрители, например, богач может сделать заказ для своего здоровья, а коррумпированный врач найдет тому применение, чтобы найти другой орган. Вообще, как-то глупо не брать годный орган. Не брать годные органы, как по мне. И вдвойне глупее их зажимать, когда можно спасти чью-то жизнь. Пишут нам зрители на смс-сервисе. Вот некоторые уже отменили, что лишь бы согласие не повлияло на исход донора, могут и помощь не оказать из-за выгоды, когда еще можно спасти или сфабриковать несчастные случаи. Пока не будет правовой защиты, у нас сложно принять такое решение. Некоторые пишут, что если после смерти у меня останутся здоровые органы, то, пожалуйста, забирайте их для спасения людей. Это невежество уничтожать органы, когда они могут спасти жизнь человека. И может быть, не одного даже. Другие сарказмы пишут, у меня органы очень даже бэушные, поэтому у меня, собственно, не возьмут. Вот такие вот мнения в социальных сетях. Оля. Ясно. Спасибо. Это был Илья Керпс. А мы продолжаем слушать мнения зрителей в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Екатерина Григорьевна. Я, например, против того, чтобы органы отдавать без разрешения родственников. Я помню, еще была, когда молодая, лет 45 тому назад, Красмашевская больница, она самая была, как бы сказать, самая наилучшая была больница. И пропадали дети. А потом все-таки нашли, что эти детей попадали по причине, что у них забирали органы и другим пересаживали. И они или расстрел, или что-то получили эти врачи, я не помню. Вы уверены точно, что 45 лет назад это было все на такой поток поставлено. Еще один звонок в студию. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Ольга. Я считаю, что органы надо отдавать без всякого соглашения, потому что они могут помочь другим людям. Если против, ты будешь писать это соглашение и родственников спрашивать, уже за это время умрут, как говорится, органы, перед тем, как пересадить другому человеку. Поэтому никакое согласие не спрашивать, забирать органы и пересаживать, спасать жизнь людям. Для этого идет технология развития. Спасибо большое. Ну, может быть, даже и не согласие спрашивать, а если человек против, ну, пусть напишет свой протест. Но пока закон, напомню, не предусматривает такой возможности, и врачи могут брать органы для пересадки другим людям. Далее на канале ТВК программа «После новостей». С вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!